Я периодически спрашивала у людей, которые выходили, как вам цветовая гамма стен, допустим, комбинацию составляли цветовую, относительно стен. Всем все понравилось. Старшая по дому номер 14 поселка Развилка Ольга Соловьева не без удовольствия рассказывает журналистам, представителям УК ЖКХ и администрации района о прошедшем ремонте. Сделано все действительно на совесть. Отштукатурены и покрашены стены, установлены новые светильники, отремонтирована входная группа. На этот год запланировано 530 подъездов только по Ленинском району сделать. У нас всего чуть больше 2200 подъездов, то есть 25% от них мы в этом году отремонтируем. Главная и довольно неожиданная проблема, возникшая при реализации программы, организационная, ее пришлось решать в первую очередь. В Видном не было вообще в Ленинском районе старших советов МКД. И нам пришлось сначала организовать подбор наиболее активных жителей, потом организовать проведение собраний, избрать старших. И уже непосредственно с этими старшими говорить о цвете стен, о ступеньках, о светильниках и так далее. Теперь акт о проведенном ремонте в соответствии с установленными правилами подписывают как руководство управляющей компанией и администрации района, так и представители дома. Как-то так быстро и неожиданно для нас, текущий ремонт. Как-то собрали нас всех старших по домам и объявили, что наш дом в этом году, не все дома, конечно, но наш попадает. Мы, конечно, обрадовались. Но радость была бы не полной без участия самих жильцов. Программа ремонта подъездов реализуется по принципу софинансирования. 50% вносят жители и управляющая компания, оставшуюся половину – муниципалитет и область. Несмотря на то, что суммы, вносимые проживающими в доме, весьма символичные, ответственность жителей повышается. Если деньги вложены каким-то дядей со стороны, то отношения соответствующие к руководству работают. Когда жители вкладывают свои деньги, они небольшие, разово, от 300 до 600 рублей за ремонт подъезда каждой квартиры, в принципе, доплачивают. Уже и отношения меняются. Человек понимает, что это его собственность, что он сам за нее отвечает, он за нее заплатил. И ее нужно содержать в том состоянии, в котором она находится сейчас. Процесс ремонта также контролировался жителями. С ними даже обсуждался цвет стен и площадь покраски. Малейшие недочеты рабочие исправляли по первому требованию. Отвалился здесь кусок штукатурки даже. Нет, побелки. Побелки отвалился. И я обратилась к мастеру, и он сказал, что все, все переделаем. Буквально на следующий день все было сделано. Несмотря на то, что объем работ, который необходимо сделать весьма существенный, непосредственно исполнители уверены, более 500 подъездов Ленинского района преобразятся в кратчайшие сроки. До первого сентября постараемся выполнить тот большущий план, который на нас лег, 530 подъезда. Мы постараемся сделать быстро все и качественно. Это тот случай, когда аппетит приходит во время еды. Порадовавшись отремонтированным подъездом, старшая по дому уже строит новые планы на будущее. Вот это вот зона отдыха. Сами видите, здесь у нас в каком состоянии она. И хочется еще все-таки сделать нам детскую площадку. Детская площадка у нас сделана из деревянного. Деревянная, и вся она практически уже сгоняла. В Ленинском районе действует и программа реконструкции придворовых территорий. Вполне возможно, в скором времени и этим планом суждено сбыться. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин